За прошедшую неделю в городскую медсанчасть поступило 219 вызовов, что немногим больше обычного еженедельного показателя. Среди обращений просьба о помощи в результате дорожно-транспортного происшествия. Из-за невнимательности участников движения произошло сразу два случая наезда на пешеходов. Идут невнимательные и водители также невнимательные, поэтому вчера произошло два случая прямо на пешеходных переходах. Один водитель сейчас разыскивается. Инженерная инфраструктура города работает в штатном режиме. Кроме того, продолжается проведение собраний собственников квартир по вопросам реализации программы «Комфортная городская среда». Прошедшая неделя у нас состоялось успешное собрание в доме номер 11 первого района, где жители как раз выступили с подобной инициативой документов. Сейчас он готовится к размещению информационной системы и государственной женщины. Городские мероприятия отмечены проведением урока мужества в Десногорском историко-краеведческом музее 6 февраля в 14.00. В этот же день, в 18.00, в Центральной библиотеке состоится юбилейный вечер в честь 45-летия этого учреждения. И выходные 8 и 9 февраля у нас знаменуются спортивными. Мы встречаем финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «Гэсбаскет». 8 числа торжественное открытие в 15.45. И воскресенье 9 числа торжественное закрытие в 18.15. Также библиотеки стартуют акциям «Дарите книги с любовью», посвященные международному книгу дарения. Книги принимаются новые и старые в любом состоянии. Справки по телефону 729-84. Кроме того, 28 января Главное управление МЧС по Смоленской области отметила успехи Десногорска за 2019 год. Деятельность муниципалитета в области гражданской обороны и пожарной безопасности отмечена пятью дипломами, два из которых первой степени.